3,5 миллиона мальков белуги, осетра, севрюги и стерляди подрастают в прудовом хозяйстве отраусских рыбоводов. Их получили от рыбы, выловленной в реке Урал. В естественной среде осетровых становится все меньше. Их теологи уверены, что восстановить исчезающую популяцию поможет только собственное маточное стадо. Виктор Сутягин выяснил, как не только спасти, но и увеличить численность царской рыбы. Хозяйство рыбоводного завода 18 водоемов площадью 46 гектаров. Это своеобразные ясли. В прудах подрастают мальки, полученные из икры рыбосетровой породы. Чем крупнее они вырастут, тем больше у них шансов в борьбе за выживание. В этом году по госоказу мы планируем выпустить из естественной среды обитания 3,5 миллиона штук молодых сетровых видов рыб. Это молоть белуги, русского сетра, севрюги, а также немного стерляди. Запасы сетровых в Каспии сократились на 90%. Промысел разрешен только рыбоводным хозяйством. В этом году отловлено всего 39 севрюг и 4 сетра. А прошлой осенью удалось выловить крупную белугу. Рыба успешно перезимовала и весной дала 23 килограмма икры. Сейчас подрастает миллион ее мальков. Белуга у нас относится к исчезающим видам, поэтому мы хотим попробовать все-таки оставить у себя, чтобы впредь получить здоровое потомство от нее. Маточные стадо, которые позволят не зависеть от природы, создается и на заводе. Уже три года здесь успешно зимуют русские осетры, и самый редкий вид этой породы рыбы – шип. Первую икру от них планируют получить уже в следующем году. Своё маточное стадо позволит в разы увеличить число выращиваемых мальков. А со временем не только спасти, но и восстановить исчезающую каспийскую популяцию царской рыбы. Виктор Сутягин, Азельхан Уахитов, 24КЗ, Атраусская область.